Ребята, всем привет! Решил сделать замену процессора еще в одном своем ноутбуке. Это у меня FUICHE Siemens модель S6420. То есть это уже действительно не новый ноутбук, еще поколение Core Duo. Но я им пользуюсь иногда время от времени. Последнее время не так уж и часто. Но решил сделать с ним я сейчас один опыт. Потому что сейчас можно купить относительно недорогие, поддержанные топовые процессоры, которые раньше стоили очень дорого. Я решил сюда поставить самый топовый процессор, который данный ноутбук поддерживает. Это у меня куплен процессор буквально за несколько евро. Модель T9600. То есть базовая частота 2,8 ГГц. И кэш памяти в нем 6 МБ. Процессор, который у нас находится в данном ноутбуке, это P8600. То есть базовая частота 2,4 ГГц. И встроенного кэша в ней всего лишь 3 МБ. Так вот, для начала, конечно же, нужно снять аккумулятор. То есть вот так снимается у нас аккумулятор. И затем достаем вот эту вставку, где собирается пыль от вентилятора. И давайте вот это вот все разберем. Буду использовать набор отверточек, который у меня имеется. Посмотрим, какая из отверточек подходит сюда. Так, это не подходит. Может быть вот это. Так, это тоже не подходит. Может быть вот это. Так, вот, подошло. Все, давайте я сейчас быстренько разберу все это дело. Так, вот. Так, ну что ж, снимаем крышку. То есть вот мы видим, где у нас находится гнездо процессора. То есть здесь у нас вентилятор. Ну и вот здесь вот эта вот вставка, которая, собственно говоря, и собирает пыль. То есть ее можно достать, почистить пыль, продуть и так далее. Вентилятор у нас в порядке, никаких проблем с ним нет. Нам нужно снять вот этот вот радиатор. То есть такие же винты. А снимаем аккуратно, чтобы не повредить старый процессор. Хотя, по идее, он нам уже не нужен. Но если его достать целым, то, естественно, его можно тоже кому-нибудь продать. Или поставить в какой-нибудь другой ноутбук. Ноутбуков у меня, конечно же, сейчас достаточно много. Поэтому можно куда-нибудь поменять. Хотя, по идее, таких ноутбуков, в которые подойдет этот процессор, у меня сейчас нет. Но бывает иногда. Что-нибудь да подвернется. Действительно, это сейчас недорогие ноутбуки. Поколение Core Duo уже практически отмирает. То есть это действительно не такие уж и производительные на сегодняшний день системы. А в свое время, конечно, они стоили весьма приличных денег. Так, ну что ж, давайте снимаем старый радиатор. Аккуратно достаем его. И, естественно, я его продую от пыли. Вот. Вот, то есть у нас здесь термопаста. Вот у нас старый процессор. Вот, как вы видите, 2,4 ГГц. 3 МБ кэш. И шина у нас 1066 МГц. Конечно, по частоте прирост будет небольшой. Но, по крайней мере, удвоение кэша тоже сказывается на производительности. Вот. Давайте я сейчас принесу отвертку, чтобы открыть сокет. Так, ну что ж, принес я отвертку. Давайте достаем старый процессор. Так. Аккуратно освободили. Все, давайте достаем старый процессор. Вот, термопаста была очень аккуратно нанесена. Кладем его туда. Берем новый процессор. Смотрим, как он подходит. Да, подходит. Все. И еще один штришок. Тут осталось, видимо, у предыдущего пользователя. Размазалась вся вот эта вот термопаста. Она может проводить, кстати. Ладно, хоть процессор защищен сверху-то, но я ее все равно немножко сейчас почищу. Чтобы просто привести процессор в нормальное состояние. И нужно нанести сейчас будет термопасту. Аккуратно, естественно. Вот, теперь давайте зажмем этот процессор. То есть придерживаем его в гнезде. И затягиваем болт. Вот, крепление зафиксировано. Вот, сейчас осталось взять термопасту и аккуратно ее нанести со всех сторон. Так, ну вот, принес я, значит, такую вот термопасту, которая пришла мне из Китая с каким-то радиатором. Посмотрим, что она покажет нам. Так, аккуратно, значит, ее зубочисткой достаем. Не знаю, насколько хорошая она, правда, но, надеюсь, лучше, чем обычная кремниевая, которая белая такая, знаете. Вот, давайте ее аккуратно нанесем. Желательно как можно более ровным слоем. Вот. Так, вытерем. И сейчас ее очень аккуратно распределим. Вот как-то так. Так, стоит отметить, что новый процессор, он по выделяемой тепловой мощности больше, то есть он 35 ватт, а старый процессор был 25 ватт. Тем не менее, данные ноутбуки поставляются как с теми, так и с другими процессорами. То есть как 35 ватт, так и 25 ватт. И вроде ничего, работают даже. Вот так. Сейчас, конечно же, закрепляем все винтики. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы винтики никуда не уронить и не перекосить сам интерфейс. То есть вот сейчас я все это собираю. Еще пока до конца не закручиваю. То есть потом буду по полоборота закручивать до конца, когда соберу. То есть сперва на место все ставим 4 винта. Вот, а теперь можно уже постепенно, как говорится, крест-накрест их закручивать. Заодно, конечно же, я уже прочистил вот этот радиатор. То есть продул его сжатым воздухом. Вот. Все. Закрепили. Теперь ставим обратно заднюю крышку. Здесь ничего больше делать не надо. То есть ничего не пришлось другого снимать. Вот. Все очень предельно просто. То есть ставим обратно на место нашу крышечку. Вот. И сейчас я буду закручивать все винты. Так. Вот. Так. 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 так ну что ж смотрите у меня тут этого винтика не было то есть его тоже нужно где-нибудь найти но сейчас ставим уже аккумулятор на место фиксируем его ставим обратно вот эту вот решетку не той стороной вот поставили ну и попробуем запустить посмотреть что будет так ну по крайней мере экран уже появился так ну у меня уже сразу идет запуск windows ну ничего сейчас это еще вернемся в bios и я вам покажу что новый процессор установлен так ну вот пожалуйста смотрите процессор и 9600 базовая частота 2,8 гигагерц и кэш у нас 6 мегабайт то есть других изменений конечно же нету я вам кстати увы не показал как у меня был старый процессор как он здесь отображался но поверьте на слово вот он у нас здесь то есть это был и 8600 вот ну то есть конечно небольшой прирост у нас производительности будет самое главное что процессор заменен на самый топовый как мне изначально и хотелось так ну что ж ребята каковы же результаты ну во первых надо сказать что замена процессора произведена успешно никаких проблем в работе со стабильностью выявлено не было то есть ноутбук работает как и надо что касается производительности но она выросла где-то от 5 до 12 процентов то есть я делал тесты программой айда 64 вот результаты я вам ставлю в виде скриншота в этом видео и что касается теплового режима туда здесь ситуация конечно похуже то есть конечно процессор согреется больше потому что у него изначально мощность которая на нем выделяется тоже больше указано то есть 35 ватт вместо 25 как было в старом процессоре но это меня нет ничуть не расстраивает потому что я хотел прирост мощности и просто для меня было интересно поставить самый топовый процессор который поддерживает данный ноутбук вот конечно да сократилось немного буквально там несколько минут там ну 5-7 минут время работы от батареи дело в том что нужно понимать что процессор не все время работает в стопроцентном режиме то есть он иногда как говорится делает переменки такие то есть работает в энергосберегающих режимах там с частотой до 800 мегагерц поэтому как бы при обычной работе вы не заметите что батарейка стала быстрее садиться то есть я этого по крайней мере не заметил в любом случае можно сказать то что в данном ноутбуке очень легко заменять процессор я даже взял третий процессор ну у меня валялся просто где-то там шкафчики пи 8400 и с ним тоже сделал тесты для сравнения вот тоже вам ставлю скриншотики сейчас то есть конечно тепловой режим у них одинаковый пи 8600 и пи 8400 но по производительности он понятное дело чуть хуже то есть базовая частота там 2,26 гигагерц вот а вот который сейчас у меня стоит процессор который я изначально и хотел поставить те 9600 и он мне очень нравится то есть действительно конечно пусть это и два ядра но это в свое время были два очень дорогих ядра вот такие вот дела то есть сейчас конечно этим ноутбуком я не так часто пользуюсь но просто как говорится за копейки поменял процессор и то вперед как говорится можно при продаже этого ноутбука немножко конечно побольше выручки сделать вот хотя пользуюсь этим ноутбуком уже несколько лет и пока не планирую его продавать он как говорится у меня запасной вот такие вот дела всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии пишите на какую тематику вы хотели бы видеть мои видео то есть постараюсь как бы соответствовать вашим запросам всем пока